В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах, что мы бедные, люди это или спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают, что на этой земле можно жить, нужно жить, и самое главное, мы здесь будем жить. Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли. Если сказать честно, то у меня не сложилось какое-то впечатление, хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся. Но я поручил здесь разобраться к лету, я летом приеду, частично я давал согласие свое и распоряжение подписывал по поводу каких-то работ здесь. Ну, например, по лесу мы давно определились, что мы будем перерабатывать лес. Сейчас все неплохо получается, особенно сейчас. Когда-то я принимал решение по развитию здесь коневодства. Сейчас очень много вы занимаетесь пчеловодством. И уже вырисовывается, что мы можем здесь разводить животных в этой заповедной зоне, в этой части. Мы про 30 километров пока не говорим, хотя и там надо разбираться. Здесь очень много вы производите лесозаготовок, а лес надо заготавливать, потому что лес спелый, его надо вывозить, ибо он погибнет. И слава богу, что мы, перерабатывая лес, получаем чистую продукцию. Очень хорошо. Ну и вот сегодня меня проинформировали, что приличное количество производите вы меда. Здесь абсолютно чистого, никто грязный покупать же не будет. И мы договорились о том, что в ближайшее время, вот до моего посещения этой 30-километровой зоны, мы определимся, что же мы будем в этой заповедной зоне дополнительно производить. Может, еще одно-два направления придумаем. Или остановимся на существующих трех-четырех. Если мы остановимся на трех-четырех направлениях нашей деятельности, мы поддержим эти направления и основные средства, чернобыльские так называемые деньги, мы посмотрим. Мы обязательно будем не распылять их, а комплексно направлять для того, чтобы развивать здесь территории. Если мы решим, что еще одно-два направления мы добавим, то и их мы будем финансировать. Но пришло время очень активно осваивать этот край. Очень активно. Я сегодня предложил, что нам надо подумать, вот Брагин, Наровля, Хойники, эти три района прежде всего, подумать о создании многопрофильных производственных объединений, холдингов. Куда будут входить, ну, грубо говоря, колхоз, сельскохозяйственное будет направление в этом холдинге. Лесопиление, заготовка меда, еще какие-то направления. Многоплановые холдинги. Естественно, люди будут заняты, люди будут работать. Это перспектива. Мы подумаем, и я думаю, до конца года мы примем решение, несмотря на то, что происходит сегодня с экономикой во всем мире. Да и мы, люди зависимые, мы уже видим, что очень сложно продавать свою продукцию, ну, кроме продуктов питания. По продуктам питания все берут. Уже никто на границе никого не задерживает. Только привозите и по более высоким ценам. За два месяца, вот как докладывал министр, партийный миллиард долларов мы продадим продукции. Это хорошие показатели. Под 6 миллиардов долларов по году мы получим доход от сельского хозяйства. Это очень хорошо, кроме того, что будем кормить свой народ. Нам еще раз подчеркиваю, надо сконцентрировать те средства, которые у нас есть по чернобыльской линии. Плюс, если вы будете осваивать эти средства для жизни людей и получать продукцию, будете работать, мы деньги найдем. Но главное, чтобы здесь расхлябанности не было. Будете работать, мы всегда будем поддерживать вас все больше и больше в объемах. Надо вернуться нам к проекту. Я хотел бросить железную дорогу по югу. Те 120-150 миллионов долларов, которые планировалось тогда на эту железную дорогу, мы найти сможем. Надо вернуться к этому вопросу. Просчитать экономически. Экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. Я хочу к этому проекту вернуться. То есть мы посмотрим в комплексе все проекты от земли до железной дороги и так далее. Я не говорю, что мы построим завтра и начнем строить железную дорогу. Я хочу посчитать это все и вернуться к тому проекту.